Вмешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой. Диорома Бородинского сражения – центральная экспозиция музея военно-исторической миниатюры. Вячеслав Лопашов собирал её 33 года. У основателя музея уже давно была большая коллекция солдатиков. Она обновлялась и пополнялась. Со временем фигурок стало так много, что появилась идея создать отдельный музей. Он был открыт 6 лет назад, когда Вячеслав только пришёл работать в Центр внешкольной работы. Музеев такого направления в нашей стране немного, ведь обычно фигурки хранятся в частных коллекциях. Здесь мы можем увидеть века, мы можем увидеть полководцев, мы можем увидеть руководителей государств, государей, королей, ярлов и прочих царей. То есть это у нас всё есть. Ну не все, конечно, всё охватить невозможно, да и ни к чему. Но Александр Македонский у нас точно есть, Пётр Первый, Николай, Владимир Ильич Ленин. На стендах музея античные герои уживаются с участниками Великой Отечественной войны. Наполеон и Кутузов, средневековые рыцари и мушкетёры Людовика XIII, советские танкисты и египетские фараоны. Место нашлось всем. Одна из последних экспозиций – Донбасс. В стенах музея игрушка – это не просто красивое изделие, но ещё и средство обучения. Маленькая миниатюрка, ещё встроенная в какую-то диораму, она может рассказать людям гораздо больше, чем мы просто им будем показывать даже фильм. Если даже придя сюда, мы можем посмотреть, а как выглядела Жанна Дарк? Да никто не знает. Знает, потому что она у нас есть. То есть маленький человечек, вот даже вот 72-й масштаб, ну что там, 2 сантиметра размером, ну совсем маленький человечек, но он рассказывает так о многом, мы можем его посмотреть, как одет, во что одет, с какой стороны даже, и с какого города. При музее действует военно-исторический клуб «Победители». Ребята участвуют в реконструкциях, а также в общественных мероприятиях, связанных с историческими датами. Например, 12 октября в Арзамасе планируется пеший марш, посвящённый Нижегородскому ополчению периода войны 1812 года. Мы участвуем также в разных мероприятиях. Например, 9 мая, как я и сказал, мы на параде ходим, маршируем. Вот я и ещё один мой друг, мы на параде были как военные корреспонденты. Снимали, как маршируют люди. В музей я стараюсь ходить часто, по мере возможностей. Нас обучают, вводят историю, Вячеслав её рассказывает, так как очень интересно, чтобы мы что-то помнили. В музее дети узнают об истории той или иной эпохи, которую символизирует конкретная фигурка. Кроме того, многие ученики уже сами приносят в музей солдатиков. Коллекция обновляется и расширяется. Сюда я хожу уже в течение двух лет. Сейчас уже пошёл третий год. С 22-го года я сюда пришла. Меня просто позвали, говорят, хочешь пойти маршировать? Я говорю, хочу, мне это интересно. И как это само затянулось. Одна из интереснейших лекций, которая мне понравилась, это про блокаду Ленинграда. И даже нам показывали фильм, как это всё происходило. Меня даже пробило на слезу, потому что это очень трогательное событие, очень драматичное, очень жалко людей. Прийти в музей военно-исторической миниатюры и приобщиться к мировой истории может любой желающий. Здесь всегда рады новым посетителям. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СРОВ24.